Всем привет, зрители и подписчики! С вами Гамбит, и мы возвращаемся в карьеру за Миддлсбро. Ну что, как вы можете заметить, 7 января, в субботу, Миддлсбро у себя дома играет со Сток Сити. И это 1.32 финала. Наша задача в Кубке Англии пройти в 1.8, если мне не изменяет память. Давайте посмотрим по заданиям. Так, 89 рейтинг, в принципе, очень даже неплохо. Да, до 1.8 нам нужно дойти и заработать прямое повышение в классе. Но это вообще не обсуждается. Так вот, у нас в этом выпуске еще ответка с Манчестер Юнайтед на Кубок Английской Лиги, если кто вдруг забыл. Напомню, что первый матч мы, если мне не изменяет память, уступили 3-2. Еще вся борьба впереди. Манчестер Юнайтед дает нам играть в футбол, на самом деле, и меня это радует. Так, как я говорил, у нас первый матч со Стоком. Выпустил я основной состав. Посмотрим, как у нас будут складываться дела, потому что рисковать я не хочу, так как, еще раз повторюсь, руководство дало нам задачу дойти до 1.8. Поэтому, ну, резервистами пока не хочу рисковать. Тем более, новички только-только, так сказать, вылились в коллектив. Ну, не считая Гиллиса. Ну что, попытаемся убежать в Пайру. Хорошая передача. Батлер! Спокойно, спокойно, Батлер убежал, и Брэндон Батлер забивает. 1-0. На самом деле, я думал, что будет офсайд, а там кто-то у них потерялся, да, действительно, вон вот потеряшка. 44-й номер. Батлер еще даже умудрился подрабатывать под левую. Ой, как здорово! Ой-ой-ой-ой-ой, это было великолепно. Вратарь выше всяких похвал. Вопросов нет к нему. Могри. И подача на дальнюю! Томас, бороться! Акпом! Акпом! Ух, опасно пробивал Чубак-пом! И снова угловой! Мидлсбро хорош, хорош к этой минуте. Подача! Под удар прям уже Чубак-пома отбивается. Сток Сити просто отбивается. А вот так пом получает повреждения. А вот это ужасно. Это просто печально. Томас. Ой, как хорошо! Два ноль. Два ноль. И я сейчас буду меня Чубак-пома. Могри. Могри забивает. Ну и хорош, конечно. Карлан Гранко Акуи сделал игросмейстерскую паузу. Не видел, что его уже защитник накрывает. Немного притормозил. Давайте посмотрим. Вот в этом эпизоде. Оп! Ну и так, делаем замену. Карлан. Томас. Гордон совсем один. Развернулся. Гордон! Сохраняет мяч. Могри. 3-0. Как по нотам. И Баттлер оформляет дубль. Неплохо, Гордон. Укрыл мяч корпуса. Могри голая голевая. Ой, хорошо, Могри. Да что за передача? Кто это? Дианга? Диангана, блин. Дианга, Диенг, блин. Определись, что там у тебя с фамилией. Таймон. Или Тимоха. Шик! Блеск! Красота! Гейл нам забивает. Это вообще просто дичь какая-то. Это... Ну как? Уберите вы деревяшки из ног. Что это такое? Гиллис так жиденьким, конечно, сейчас сходил знато. Хотя, на самом деле, я сразу выбивал. 3-1. Отличное начало. Второго тайма. Слушайте, ну как будто знаете. Ну вот вам еще один гол. Я не знаю. Не клеится просто. Подкат сзади шикарный. Идеальный, да? Ну, пока, ладно, я не хочу, конечно, раньше времени, но... Прямо компьютер что-то невероятное делает. Писали вы, друзья, в комментариях, что действительно... Ну, они действительно какие-то чалы стали. Особенно, когда проигрывают. Но это и хорошо, на самом деле. А то, бывало, два забил и все, можно спокойно доигрывать матч. Лонга. Неплохо. Форс. И то, передача была не точная. Магри хорош, и это не я делал. Давайте посмотрим. Вот здесь передача была на лонгу вообще. Но нам повезло, что Магри взял мяч под свой контроль и просто бахнул. 4-1. Но соперник играет лучше. Он прям агрессивный. Ну то, что лучше, он агрессивно играет. Ну что, 4-1. Уверенная победа. Но Стоку в втором тайме так агрессивно стал играть. Вот, наверное, после последнего обновления. Вот они уступают. 2-0. И они прям... Ну, это классно. Это хорошо. Зато мы можем убегать в контратаке. Ну, главное, чтобы у нас были такие возможности. Нужно уходить из-под прессинга. И не всегда это получается. Ну что, друзья. Великолепно. Просто прекрасно. Чубак Пом в потрясающей форме. Растяжение колена. И он пропускает 4 недели матч. Матч с МЮ он, собственно, конечно же, пропустит. Так, ну что. Перемещаемся к матчу с Лутон Тауном. У нас Орда Гюлер вышел в основе. Ну что. Давненько не играл. Надо потихоньку его наигрывать. Парень перспективный. Поэтому, как бы великолепен не был Магри. Все-таки Гюлер. Это, надеюсь, наша будущая звезда. Пока только звездочка. Ну что. Выходим. Карлон Гранта у нас будет центральной нападающей. Гордон тоже играет в основе. Ой, хорошо как! Можно было, наверное, не спешить. Но я побоялся, что... Не лучшим образом нашу Тболис обработает мяч. Гюлер. Подача на дальнюю! Слабовато на Фрея. Гордон. Хорош Гордон. Очень хорош Гордон. Гюлер. Гюлер. Батлер. И Гюлер. Голевая передача. Брэндон Батлер. Какой же Орда Гюлер хорош. А как же он увидел? Не было офсайда. На самом деле, 20 минут мы играли хуже своего соперника. Он имел преимущество. Как территориально, так и по моментам. Ну и Орда Гюлер. Хорошая передача. Да! Вроде бы стояли рядом. Но он оценил, что его партнер по команде находится в правильном положении. И Брэндон Батлер. 11-й гол. Хорош. Хорош. Вот это опасно. Вот это, конечно, вот это было на гол. Сразу выбил мяч. Сразу прессинг. На Гордона. Гордон. Набирая скорость, Гордон. Как это прокомментировать? Гюлер. Вторая голевая должна быть. Вот. Что нужно было делать. Как пробить по центру можно было? Убил в угол. Может быть опасно. Что? А что там было? Джон сейчас еще вторую желтую получит. Я им не играл. Только желтую не давай вторую. Так, ну ладно. Еще и издевательский гол. 1-1. Ну гол они заслужили. Но вот эта пенка... Вообще ни о чем. Не, может быть он забегал. Ну... 1-1. Баттлер. Гордон. Передача на Баттлера. Это было шикарно. Это было великолепно. Брэндон Баттлер. 2-1. Все-таки забежал. Я несколько раз пробовал отдавать передачу. То офсайд был, то перехват. И все-таки раз за разом Баттлер забегал. И он оформляет дубль. Хорошо разыграли. Великолепно. И даже... Большеголовый мальчик. В ужасе. Наберя скорость Гюллер. Баттлер. Карлан Гранд поставил спину. Ну что, 2-1. Минимальная победа. Хочется посмотреть статистику. На мой взгляд была... Более-менее равная игра. Но... Ну да, действительно. Соперник стал еще больше финтить. И у них еще, мне кажется, больше стало... Эпизода в их пользу. Где вот отскок какой-то. Подкат. Я делаю подкат в ноги. Вот чисто акцентированно. Хочу просто остановить контратаку. И наш футболист просто сквозь прокатывается. Статистику вы видите, ребята. Ну да, равная была игра. И по моментам, и по ожидаемым голам нам чуть больше повезло. Три очка в нашу копилку. Так, у нас на очереди матч с Бирмингемом. Бирмингем, как вы можете заметить, на 12 месте. Играем. На выезде мы по-прежнему единоличный лидер. И, кстати, давайте посмотрим. Мне интересно. Какой отрыв? Отрыв 10 очков. Приличный отрыв. 29 туров позади. Давайте выходить на матч с Бирмингемом. Батлер, Гордон у нас в основе. Гюлер. Надеюсь, Орда Гюлер в этом матче проявит себя на полную катушку. Рука была 100%. Рука и даже по реакции болельщиков это можно было понять. И у нас, может быть, я надеюсь, будет опасный штрафной. У мяча Батлер. Батлер. Ой-ой-ой-ой-ой-ошеньки. 1-0. Батлер. Хорош, Брэндон. Потрясающее исполнение 10 номера. Прям 10 из 10. Шикарно. Просто шикарно. Хорошая проникающая передача. И там пенком. Да, Ван Девен немного не поспел. Но я думаю, нужно было играть чуть помягче. Что, собственно, Ван Девен не сделал. Ладно, у нас пенальти. Хорош! Стефан. Стефинище. Стефанище. Угловой. Слушайте, 10 минут позади. Уже столько всего было в этом матче. Пока Беремингем Сити не может подобрать ключики. Но вы знаете, что... Все может перевернуться. Чонг! Мы пятимся! Ну, Чонг пробивает. Неплохой был момент. Но Стефан прекрасен в данной минуте. Еще один момент. И снова Стефан выручает. Стефан, хорош! Потрясающий вратарь. Потрясающий американец. Но стоит он достаточно больших денег для нашей команды. Стефану сразу же нужно вводить мяч в игру. Гордон. Карлан Грант. Что за передача? Что за передача? И что за подкат? Что за Парехо? Парехо. Парео. Тысяча извинений. Мэшбри. Ой-ой-ой. Это было великолепно. Не только футбол красив, когда забивают голы и делают прекрасные обводки. Но и вот такие вот моменты. А вот за это Мэшбри получит желтую карточку. Я думаю... Ну... Давай, Лысый. Лысый. Хорош. Батлер. Грант. Гюлер. Гордон ускоряется. Гюлер. Ой-ой-ой. Ёшеньки, что творят? Что творят эти парни? Орда Гюлер невероятен. Реально. Ребята, у него рейтинг 70. Как же он читает игру? Ну, понятное дело, что им играя. Но все же... Блин. Я не знаю, что с ним будет, когда рейтинг будет за 80. Я надеюсь, все-таки у него будет этот рейтинг. И у нас 2-0. Карлан Грант. Ну что, 2-0. Уверенная победа Мидлсбро. Прям без шансов для хозяев. У нас Кубок Англии. 16-го финала. Сыграем с Литтоном Ориентом. Но уже только в следующем выпуске у нас будет ответочка с Манчестер Юнайтед. Тем временем, цыганков остаются главной целью клуба Монако. Ну, а мы переходим к заключительному матчу. У нас полурезервный состав. Потому что через пару дней у нас матч с Манчестер Юнайтед. Диангана вышел. Форс в основе. Также Магри, Лонго, Кларк, Ленихан в основе Смит. Погнали. Дианг. Потащил мяч. Может быть, Лонго, конечно, зря остановился. Нет, это не тот футболист, который будет... ...обострять. Паэро. Паэро. Прекрасно. Паэро. Смит. Форс. Отлично. Отлично. 1-0. Арчибальд. Гиллис забрал мяч. Нет, все-таки заграняет. Гиллис этот мяч. Можно отдать хорошую передачу на Гордона. Гордон. Магри. Снова Гордон. Магри. Хорошо. Но нет. Блокировка. Как же они чувствуют, а? Как же они великолепно чувствуют. И только раскат через фланг в центр. Их ставит в ступор, в тупик. Гордон. Магри. Набирай скорость, Магри. Ой, хорошая передача. Вот. Вот о чем говорил. Великолепно. Великолепный розыгрыш. Подключаемся на левом фланге. Диана Гана прекрасен. 2-0. Форс оформляет дубль. Неплох. Финн. В завершающей стадии. Что? Что? Очень интересно. Так, два лысых сошлись. Давайте посмотрим. После. После уже было. Ну ладно. У нас. Может быть. Стефан вторую бы мог пенку достать. Я угадал. Стефан это сделал. Но вот такой вот. Только я и сказал, что. Пока все нормально. И не нужно все-таки обольщаться. И сразу же пеночка. И какой выстрел. Вратарь. Хорош. На месте. Галкипер. У нас угловой. Давайте сделаем на вес штрафную. Паэро. Подача. И это 26-й номер. Защитник. Ленихан. Три. Один. И по совместительству хочу заметить. Рискованно. Дрина. О, хорош. Передача пяткой. Вот это невероятнейшее спасение от Стефана. Подача. Хорош. Паэро. Паэро. 4-1. Но как же Магри сейчас укрыл мяч корпусом. Как же он великолепно сыграл. 4-1. И сейчас, думаю, потихоньку нужно уже все-таки эти замены проводить. Может быть опасно. Ой, хорошо. Как разыграли. И Стефал не намерен пропускать в концовке. Но у наших соперников еще есть шансы. Подача на ближнюю. Выбивал. Выбивал, ребят. Ну, дожали. Дожали. И там, по-моему, был автогол. Так что... Вот здесь я сразу просто на вынос. 4-2. Победа. Двигаемся дальше. Ну, друзья. Давайте завершать этот выпуск. В принципе, очень даже хороший выпуск у нас получился. Прошли в 1-8 финала Кубка Англии. А уже вот следующий выпуск начнется матчем с Манчестер Юнайтед. Полуфинал. Ответная встреча. Напоминаю. Ну, и, собственно, что вам напоминать. Когда тут и так все видно. В первом матче мы уступили на Олд Рафор со счетом 2-3. У нас, я считаю, есть шансы. Манчестер, так сказать, не идеален. Вот. Дает нам играть. И, собственно, не зря же мы забили им 2 мяча. Поэтому посмотрим, что будет уже в следующем выпуске. А с вами был Гамбит. Как всегда, напоминаю, что лучшая благодарность это лайк и комментарий под видео. Всем удачи и всем пока-пока.